друзья всем привет с вами александр позуренко и сегодня мы поговорим о такой сложной теме как синдром профессионального выгорания думаю многие сталкивались с такой проблемой если простыми словами профессиональное выгорание это когда работа уже не вызывает интерес кажется серой и неинтересной сложные задачи раздражают ровно как и те кто эти задачи ставит перед вами но давайте подробнее в этом разберемся профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без разрядки освобождения от этих самых эмоций в результате этого получается истощение что самое интересное человек может этого и не замечать иногда и отрицать тем самым усугублять ситуацию чем дольше человек будет накапливать это напряжение тем больше будет проявляться выгорание ваша задача вовремя следить эту проблему на ранней стадии тогда будет значительно легче с ней справиться в большей степени профессиональному выгоранию подвержены те кто работает с людьми менеджеры медицинские социальные работники преподаватели однако это касается и любых других профессий мы конечно же поговорим про выгорание в нашей 3d сфере какие могут быть причины на что обратить внимание и как с этим бороться и так профыгоранию приводит внутренний конфликт чаще подвержены люди с интровертированным характером наиболее часто про выгорание бывают у женщин которые разрываются между работой и семьей но у мужчин может сложиться похожая ситуация в современном обществе также больше подвержены люди работающие в условиях страха потери работы да друзья это фрилансеры при всей привлекательности фриланса можно быстро сгореть как спичка при неправильном подходе так сказать обратная сторона медали еще хочется отметить возрастные моменты сложный период в этом плане средний возраст и старше количество стресса к сожалению с годами может накапливаться но и жители больших городов считаются больше подвержены профыгоранию это связано с навязанным общением социальной напряженностью большим количеством людей в общественных местах и так далее теперь о том как же заметить у себя симптомы этой хвори да именно хвори это не только разрушительно но имеет большое социально-экономическое значение и так первое пессимистическое настроение второе хроническая усталость и физические недомогания третье снижение работоспособности четвертое потери энтузиазма пятое страх нового в работе ведь на внедрение нового нужна энергия шестое повышенная раздражительность агрессия к людям которые связаны с вашей профессиональной деятельностью седьмое уменьшение круга социальных контактов избегания новых и полезных знакомств восьмое потеря смысла в том что делаете и пессимизм деятельности желание сменить вид работы особенно если вы посвятили этому долгие годы наличие каких-то из перечисленных пунктов может сигнализировать о начале проблемы а если уже их много то выгорание уже полным ходом но тут нужно отметить что это постепенный процесс я думаю тут не стоит путать с временной какой-то работой подработкой то что не особо нравится но нужно перебиться это в большей степени связано с вашим основным видом деятельности очень часто как я уже говорил человек просто не замечает этой проблемы задерживаться на работе обдумывают в голове рабочие задачи когда уже ложится спать и так далее какие же причины всего этого первое внутреннее противоречие второе жесткая конкуренция третья рутина и монотонность четвертое не умение сбрасывать стресс пятое загруженный график и работа в нерабочее время а на фрилансе не умение правильно распределить рабочее время и разделять отдых и работу игры за компьютером и так далее обычно эта каша растянутая на весь день у кого и ночь шестое отсутствие других интересов седьмой смена жизненных ценностей приоритетов и так далее и восьмое ощущение бессмысленности в вашей работе как с этим справиться и не допустить профессиональное выгорание мы поговорим чуть чуть позже в нашей сфере есть дополнительные моменты особенно если вы работаете удаленно на фрилансе тут как раз наоборот складывается недостаток общения как профессионального так и просто иногда не с кем поговорить вначале это остро ощущается вы хотите общения а потом человек привыкает к этому но складывается внутренний конфликт если речь о конкуренция ситуация тоже непростая новым специалистам сложно входить в профессию средний уровень достаточно высокие а тем кто уже давно работает нужно постоянно совершенствоваться не лениться учить новые программы и еще больше работать чтобы оставаться конкурентоспособным если вы хотите быстро научиться 3d графики или освоить что-то новое к примеру hard surface моделирования как всегда я советую учиться у профессионалов xvz school открывает набор на курс hard surface в 3d моделирование выделяют два направления органику и hard surface органика это персонажи деревья животные hard surface все сложное и технологично роботы пушки техника броня и так далее на этом курсе ты научишься создавать 3d концепты и освоишь все тонкости hard surface дизайна он для тех кто уже умеет моделировать но хочет выйти на новый уровень на курсе мы расскажем об основных принципах дизайна и научим применять их в 3d моделирование будем продумывать и моделить с нуля 3d концепты sci-fi пушек мин гранат турели и многое другое не важно создаешь ты футуристичное плазменное оружие или довоенную технику эти принципы применимы к любой модели мы будем изучать топологию и дальнейшие этапы пейплайна все асеты ты проработаешь до стадии детализированного драфта то есть первого этапа трипл эй пейплайна а в качестве дипломной работы ты продумаешь и смоделируешь собственный сложный sci-fi асет на любую понравившуюся тебе тему под присмотром преподавателя его можно будет использовать портфолио и показывать потенциальным заказчикам и преподавателям курс проводит женя пак он 3d художник работал над call of duty и infinite warfare love death and robots с одна утика фильмом аван пост и многими другими проектами а сейчас работает в people can fly ближайший курс стартует 15 марта новые потоки запускаются каждый месяц обучение длится 5 месяцев студенты их козет-скул устраиваются спио софт сайба майком диджитал форумс и другие студии итак мы продолжаем что же делать как не допустить и как бороться с профессиональным выгоранием а инструменты те же просто чем сложнее запущена ситуация тем больше вам потребуется усилий иногда люди прибегают помощи специалистов сейчас я приведу как общие моменты так и моменты из личного опыта что мне помогало а выгорание у меня было не один раз я как феникс восставал из пепла ну что ж давайте разберем подробнее итак первое нормализация труда и отдыха есть время работать есть время отдыхать хотя бы один на два дня в неделю вы должны полностью отдохнуть от работы не нужно пренебрегать и отпуском даже если вы работаете как фрилансер и у вас казалось бы свободный график но это не означает что у вас не должно быть полноценного отпуска хотя бы две недели в году отдыхайте там где вам нравится но не стоит гоняться за дорогими курортами иногда отличный отдых может быть рядом и не так далеко второе прозвучит банально но занимайтесь своим здоровьем нормализуйте питание гуляйте на свежем воздухе ведите активный и здоровый образ жизни по сути человек это биоробот в нас живут миллионы бактерий и вирусов создайте гармонию внутри и она будет снаружи купите фитнес-трекер считайте шаги отличным будет поход в бассейн на несколько раз в неделю вода хорошо снимает стресс помните что при занятии спортом выделяется гормоны улучшающие настроение огромное значение имеет гигиена сна ложитесь не позже 12 часов биоритмы это не пустое слово нами управляют гормоны для их правильной работы нужно высыпаться нарушенный сон это проблемы как для здоровья так и для работы сниженный тестостерон повышенный холестерин давление отчасти следствие хронических недосыпов обратите внимание на содержание витамина d в крови а недостаток его в организме приводит к плохому настроению плохой устойчивости к вирусам бактериям и многим другим проблемам это касается любых возрастов доказано что люди ведущие здоровый образ жизни меньше подвержены профессиональному выгоранию получается у них достаточно внутренней энергии чтобы справиться со внешними факторами третье они накапливать эмоциональный дискомфорт сбрасывайте отрицательную энергию во внешнюю среду они во внутрь это не означает что вы должны отрываться на других примеру троллить в интернете или срываться на сотрудниках ругаться и так далее как раз наоборот нужно быть общительным открытым позитивным позитивное мышление отлично работает и отталкивает стресс но однозначно нужно высказываться и иметь свою точку зрения на те или иные профессиональные моменты четвертое ограничиваться от информационного мусора сейчас это огромная проблема мы прямо живем в информационном мусоре по сути а вы всегда доступны и соцсети вайбер skype вы может уже отдыхаете а к вам будут ломиться и стучаться в личку это формирует стрессовые ситуации я к примеру перестал пользоваться смартфоном купил кнопочный телефон на теперь на прогулке мне ничто не мешает но смартфон я иногда использую по какой-то острой необходимости до соцсети это часть моей работы но пусть они остаются на компьютере а я погулял без фейсбука вайбера ютуба и прочего 5 будьте готовы меняться и профессионально расти изучайте и внедряйте новые подходы к работе совершенствуйте рабочий процесс посещать конференции курсы повышение квалификации и так далее в этом году к примеру я был на си джи и венте и получил массу положительных эмоций узнал много нового понял в каком направлении двигаться узнал про новые технологии и так далее также делитесь полученной информации подводите периодические итоги что можно улучшить что уже достигнуто и так далее шестое не берите слишком сложные затяжные проекты на фрилансе моё личное мнение лучше сделать несколько менее сложных проектов дело в том что вы так быстрее достигаете цели получаете разрядку и удовлетворение от работы плюс большой проект и даже может быть финале оказаться невыгодным потрачены нервы силы а здоровье хрупкая вещь седьмое избегайте проблемных заказчиков научитесь их вовремя выявлять лучше потерять и не тратить на них свое время у меня на канале был такой стрим токсический заказчик я его оставил в записи обязательно посмотрите также бывают токсические коллеги да и люди вообще тут работает в принцип нет человека нет проблемы сведите общение к минимуму если вы чувствуете негативное и разрушительное влияние восьмое огромное значение имеет интересы не связанные с работой хобби к примеру не нужно что-то прям очень сложное поймите вам нужно уметь отвлекаться от работы и расслабляться ну к примеру что-то коллекционировать сейчас модно собирать что-то из ретро уже даже наши приставки 8 и 16 битные тоже стали ретро и вот раньше собирал 8 миллиметровые пленки для кинопроектора можно слушать винил собирать пластинки рисовать увлекаться кулинарией музыкой да много чего если что-то посложнее ну к примеру можно починить старую технику или мебель главное чтоб это вам приносило удовольствие девятое часто в жизни бывает смена приоритетов в этом случае нужно переосмыслить и все взвесить сделать перерыв возможно не нужно рвать себя на части и принимать поспешные и эмоциональные решения сделайте перерыв в работе или уменьшите рабочую нагрузку это очень хорошее решение и не нужно оставлять свою работу 10 конкуренция не нужно ее в принципе бояться как я говорил сейчас 3d технологии стремительно развиваются это отличное время тоже вместе с ними развиваться безусловно вам нужно расти но нужно выделять каждое достижение двигаться маленькими шагами да то есть не ставить какие-то сверх задачи но к примеру двигаться маленькими но яркими проектами в нашей 3d сфере стараться брать проекты интересные технической и творческой точки зрения если есть такая возможность одиннадцатая сделайте финансовое подспорье в виде пассивного дохода к примеру заработок на 3d стоках так как это попутная скажем так производная в 3d сфере да в принципе это помогает сложных ситуациях к примеру при потере заказчика или длительном перерыве между проектами у вас будет пусть не полноценный доход да но часть этого дохода это поможет продержаться некоторое время до следующего заказа под видео я оставлю ссылки на лучшие 3d стоки на которых стоит выкладывать модели соблюдайте эти рекомендации относитесь внимательно к своему физическому и эмоциональному состоянию и тогда все у вас будет хорошо надеюсь эта информация была для вас полезна а с вами был александр позуренко если вам понравилось лайк подписка и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски до новых встреч субтитры делал DimaTorzok